ФБР утверждает, что Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа, действовал в одиночку. Теперь вопрос в том, как 20-летний левак с винтовкой типа AR-15 подобрался достаточно близко, чтобы выстрелить в Трампа с крыши. Секретный сервис заявил, что крыша была проверена им и идентифицирована как надежная и защищенная от нападений. И плюс ко всему секретный сервис подтвердил, что по правилам они не должны получать удобрения или ждать команды от кого-либо, если вдруг поняли, что преступник проник на территорию и готовится нанести смертельный удар. На следующий день, после того, как на митинге Трампа в Пенсильвании раздались выстрелы, следователи теперь копаются в прошлом этого человека, Томаса Мэтью Крукса, как подозреваемого в покушении на убийство Дональда Трампа. ФБР утверждает, что он действовал в одиночку, но видя, как до сих пор его поддерживают единомышленники, можно понять, демократы и подконтрольные СМИ так разогрели обстановку вокруг нездоровой психики людей, что они просто готовы убить Трампа теперь ни за что. Только по указанию демократов. И благодаря ежедневным тоннам необоснованных помоев, идущих от них, и развивающих обвинения и истерику вокруг Трампа. Я только что узнала о том, что наконец-то у кого-то получилось подобраться близко с винтовкой, у кого есть яйца. И, черт возьми, он промазал. У нас, скорее всего, был единственный шанс навсегда разобраться с проблемой Трампа, навсегда решить и убить этого урода. И мы это пропустили. Тот парень промазал. Черт, как могло такое получиться? Я так разочарована. Да нет, я просто в бешенстве от того, что он промазал. В воскресенье и понедельник присутствие полиции было сильным в Бэтлпарке, откуда родом Крукс, примерно в часе езды от места митинга. В этом видео он показан о выпускном вечере средней школы. Джейнсон Коллер, одноклассник, назвал его «одиночкой» и проблемным человеком. Я имею в виду, он всегда сидел за обедом один, с ним никто не общался, он был изгоем. Вы знаете, как и многие дети в наших дни. Честно говоря, это немного грустно. Я не хочу сказать, что это спровоцировало его на то, что он сделал. Крукс был застрелен сотрудниками секретной службы. Также погиб один участник, 50-летний Кори Капаторе, начальник пожарной охраны в отставке. Губернатор Пенсильвании Джордж Шапира назвал его героем. Вчера вечером мы потеряли своего соотечественника из Пенсильвании Кори Капаторе. Я попросил его жену, могу ли я поделиться тем, что мы говорили, и она дала мне согласие. Так вот, что он умер героем, когда начали стрелять, он буквально своим телом закрыл свою семью, чтобы защитить их от пуль, которая приняла его тело вчера вечером на этом митинге. Еще два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, их состояние сегодня стабильное. Лидеры всех сторон политического спектра осудили это покушение. Джо Байден, накануне отказавший Трампу выселение охраны секретного сервиса, а до этого демократы предлагали и вовсе лишить Трампа охраны, сказал, что сегодня стране необходимо понизить температуру своей политики. В Америке нет места такому насилию, какому бы то ни было насилию, вот и точка без исключений. Мы не можем допустить, чтобы это насилие стало нормой. Вы знаете, политическая риторика в этой стране очень накалилась, пришло время охладить ее. Мы все несем ответственность за это. Ливые заявляют, что несмотря на покушение на Трампа, их отношение к нему и не изменится. И они продолжат обливать его грязью и использовать каждый момент для того, чтобы уничтожить его, ну по крайней мере, как политического деятеля, а возможно и человека. Они продолжают нагло врать о Трампе и призывать к его убийству. Но параллельно запускают в корпоративных СМИ волну, дескать, а отношение к призывам усиливать давление на политических оппонентов они никогда не устраивали. И все настроения это благодаря поведению только Трампа. Трамп же высказал соболезнования семьям погибшего Кори Компаторой и пострадавшим от покушения на убийство. Митинги Трампа будут продолжаться, а сегодня Трамп должен получить официальную номинацию от Республиканской партии на национальном съезде, который стартовал в Милуоке, штат Висконсин. Секретная служба заявила, что уверена в своих планах по обеспечению безопасности этого мероприятия и не ожидает каких-либо изменений из-за стрельбы Пенсильвании.